всем здравствуйте сегодня обзор продолжается стрела в этой части кран я уже перевез на стройплощадку вместе с остальными комплектующими и сегодня будем собирать стрелу и пробовать в работе стрела но не буду нарушать традиции сначала размеры потом сборка кому не интересно размеры можете сразу перематывать вперед будем собирать и пробовать еще поехали стрелу я сделал из двух частей во первых чтобы можно было перевозить место на место во вторых чтобы можно было работать либо длинной 6-метровой стрелой например земли на крышу либо короткой например стесненных условиях или со второго этажа поднимать земли первые четыре ряда стены я укладывал короткой стрелой очень удобно обе части стрелы одинаковые по длине по три метра весят они немного первая часть почти 25 килограмм 2 21 с половиной у основания стрела шириной 400 миллиметров по размеру крепления на платформе в окончании 220 миллиметров вторая часть вставляется в первую имеет такую же ширину 220 миллиметров и в конце стрела сходится практически на ноль несущей частью стрелы является профильная труба размером шести 50 на 30 миллиметров толщина стенки полтора миллиметра треугольник жесткости выполнен из трубы 40 на 20 миллиметров с толщиной стенки также полтора миллиметра высота треугольника жесткости 250 миллиметров от окончания первой части стрелы вершина треугольника находится на расстоянии 800 миллиметров соответственно от основания 2200 на второй части стрелы треугольник жесткости с такой же высотой 250 миллиметров это окончание стрелы находится на расстоянии 1400 миллиметров вот в принципе все основные размеры стрелы да еще вот перемычка на первой части забыл про нее вам сказать находится она на расстоянии 1450 миллиметров от основания окончание первой стрелы сделано так чтобы в нее можно было вставить оголовок вот сюда среднюю трубу или удлинить вставив в крайние трубы вторую часть стрелы оголовок при этом переставляется во вторую часть стрелы далее это будет видно при сборке начнем сборку установим сначала только одну первую часть стрелы потом ее удлиним стрела устанавливается вот на эти два пальца диаметром 50 миллиметров нашел на металлобазе шток от какого-то гидроцилиндра подошел идеально втулки на которых стрела вращается вертикально приварил к стреле предварительно одев на пальцы и вставив в опоры для того чтобы сохранить соосность добавляю немного смазка перед установкой не забыть выпустить трос крюка так как он будет проходить под стрелой иначе потом разбирать придется как вот в этот раз но хорошо что сразу вспомнил пальцы садятся плотно без люфтов поэтому загоняю их легкими ударами молотка фиксирую пальцы вот такими стопорами на два болта 6 миллиметров и контрагаю чтоб со временем они не раскрутились и пальцы не вышли из зацепления с внутренней стороны заварил вот такой упор в виде пластины фиксируем второй палец ну и теперь можно зацеплять привод подъема стрелы а палец пасти я рассказывал в одной из предыдущих частей поэтому на нем останавливаться не буду он а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Для заправки троса крюка приходится снимать блок, но много времени и труда это не занимает. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Зацепляю захват для блоков и все, кран готов к работе. Добавил субтитры DimaTorzok Сейчас поднимать груз я не буду, чтобы не терять время. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Снимаю оголовок стрелы. Трос уже при этом не нужно вынимать из блока. Вставляю вторую часть стрелы, тем самым удлиняю ее до 6 метров. Для сохранения треугольника жесткости соединяю обе части стрелы тягой, выполненной из стальной полосы. В принципе можно было бы и тросиком обойтись. Тяга в этом случае работает на разрыв, трос я думаю выдержит. Пару слов о том, как вставлять оголовок и как вставляется вторая часть стрелы. В трубу 60 на 30 вставил трубу 50 на 25, приварив к короткой стороне полосу и обрезав лишнее. Получилось такое телескопическое соединение довольно удачно. И таким же образом усилил оголовок, потому что на него приходится самое большое усилие на изгиб. Абсолютно таким же образом устанавливаем оголовок на вторую часть стрелы. Важный момент, необходимо сделать вот такие ограничители для троса. При подъеме крюка без груза трос может попасть между блоком и кронштейном. Пару раз у меня так трос заживало, пришлось его менять на новый. И так сделаем небольшой подъем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как видно таким краном можно поднять груз на кровлю или снять с нее например шифер пиломатериал там и прочее следующей части проведу испытание на максимальную грузоподъемность там же и расскажу о противовесе спасибо всем за просмотр до свидания